Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона ведущий политический обзреватель Фёдор Бирюков. А в студии у нас сегодня Евгений Юрьевич Спицын, известнейший, популярнейший историк. Не только автор исторических книг, но и актор современной истории России и всего мира. Да, здравствуйте, спасибо, рад нашей новой встрече. Сейчас как-то времени не очень много, хватает на всё, но я всегда с большим удовольствием приезжаю на Аврору и участвую в эфирах, прямых или записных, неважно. Так что приветствую наших уважаемых зрителей и слушателей. Спасибо вам от Авроры и от наших зрителей и слушателей. Мы записываем этот эфир в День русского языка, в юбилейный день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ему исполняется 225 лет. И помимо этого, сегодня ещё одна интересная дата. Именно 6 июня 1956 года Совет Министров Советского Союза отменил плату за обучение в старших классах средних школ, средних, специальных и высших учебных заведениях СССР. Расскажите об этом, ведь немногие, немногие сегодня об этом знают, помнят, как это было вообще. Ну, это действительно, надо сказать, что при Сталине действительно существовала плата за обучение в старшей школе, за обучение в техникумах и в вузах. Если это был не целевой набор. То есть, если человек шёл по целевому набору, например, от какого-то учреждения, от какой-то организации, завода, то плата за обучение не взымалась. На этой теме, кстати, очень любят спекулировать наши либералы, церебожники и т.д. и т.п. Вот вам, дескать, социальная справедливость, вот, дескать, вам все прелести советской власти. Почему это было сделано? Тут две прагматических причины, на мой взгляд. С одной стороны, надо было оградить, значит, старшую школу и высшую школу от людей, желающих получить образование, но не способных к этому. Чтобы не случилось того, что произошло у нас в стране в 90-е и 2000-е годы. Неважно, в состоянии ты учиться, не в состоянии, хочешь, не хочешь, надо было получать корочку, и шли на все тяжкие. Покупали дипломы, платили огромные деньги, лишь бы человека куда-либо пристроить. Ну и в результате мы наплодили огромное количество никому не нужных специалистов, которые слою мамы делают тряшки. Значит, в Советском Союзе такие специалисты были не нужны. Государство не в состоянии было оплачивать вот такое количество бездельников, которое исчислялось десятками, а то и сотнями тысяч. У нас было при Сталине установлено обязательно 7-летнее образование. А в старшей школе уже учились те, кто был нацелен на продолжение образования, и кто имел способности к этому. Я вот знаю, например, у меня мама, она действительно пошла в старшую школу, и родители платили за ее обучение. Но это была очень умеренная плата, которую в состоянии были позволить себе все социальные слои советского общества. И рабочие, и служащие, и труженики села, ну и так далее, и так далее. То же самое касалось и среднеспециальных, и высших учебных заведений, но при этом я замечу, что стипендию студенты, как техникумов и вузов, они получали, если они хорошо учились и сдавали сессию на положительной оценке, то есть на четверки и пятерки. И понятно, что эта стипендия, она компенсировала плату за обучение, и даже позволяла иметь, ну, условно говоря, маржу. Потом, когда вопрос о развитии системы образования приобрел уже новый импульс, то советское государство и советское политическое руководство посчитало, что мы нарастили жирок и в состоянии уже избавить граждан страны от платы за обучение. Кстати, инициатором этого решения был, угадайте, с трех раз кто? Лазарь Моисеевич Каганович. Да, дело в том, что Лазарь Моисеевич Каганович, как заместитель председателя Совета Министров СССР, он курировал весь социальный блок. Медицину, образование, сферу социального обслуживания и так далее, и так далее. И надо сказать, что вот сейчас мало кто помнит, но, например, коренную реформу пенсионной системы в том же 1956 году проводили именно по инициативе Кагановича. Причем он очень детально разобрался во всей этой системе и предложил действительно прорывные решения, которые в своей основной массе сохранились вплоть до крушения Советского Союза. При этом у нас зачастую опять говорят, что вот, дескать, в сталинской системе не было никакого пенсионного обеспечения, что вы киваете на Советский Союз, значит, пенсионеры обеспечивали себя сами, либо жили за счет своих детей. Это опять-таки ложь. Потому что пенсионная система у нас в стране стала выстраиваться с конца 20-х, с начала 30-х годов. Тут ключевую роль играли два постановления тогда еще в ЦИК, то есть Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, подписанные Калининым и Юнукидзе. И в данном случае именно Калинин был инициатором этих решений, где действительно устанавливалось пенсионное обеспечение для работников целого ряда промышленных отраслей. Именно так, промышленных отраслей. Например, стекольной промышленности. Тогда была такая отдельная отрасль. Табачной промышленности тоже была такая отдельная отрасль. Как это ни странно. Потом табачная промышленность, она вольется в систему пищевой промышленности. Вот для этих категорий граждан устанавливалась пенсия. Ну, понятно, что прежде всего речь шла о металлургах, о шахтерах, то есть о базовых отраслях промышленного производства. А потом постепенно пенсионная система, она выстраивалась уже по отношению к другим отраслям народного хозяйства. Но тут еще важно иметь в виду. Дело в том, что поскольку в сталинскую эпоху была развита система артельно-кустарного производства, то помимо государственного пенсионного обеспечения существовало и частное партнерство, так называемое частно-государственное партнерство, то есть сами артели или кустарные мастерские, они тоже создавали соответствующие фонды, где работники этих предприятий делали отчисления в пенсионный фонд. И по достижению необходимого возраста они также получали пенсионное обеспечение. Тогда же, кстати, был установлен и срок выхода на пенсию, который не менялся все годы советской власти. Для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. Если это были особо вредные условия труда, то понятно, что пенсионный возраст для женщин был с 50 лет, а для мужчин с 55 лет. Причем были отдельные категории рабочих и служащих, где пенсии были еще ниже. Ну, например, мало кто знает, для артистов балета, для солистов балета пенсию устанавливалось с 45 лет. Так что вот так вот. Отдельные категории, например, шахтеров тоже получали пенсию с 45 лет. Галерины и шахтеры были уравнены в правах. Да, вы знаете, кстати, что ведь шахтерский труд оплачивался в Советском Союзе очень хорошо. Зачастую зарплаты каких-нибудь передовиков, угольных шахт, они здорово превышали зарплату, среднюю зарплату первого секретаря обкома или крайкома партии, и были выше министерской зарплаты, и даже иногда зарплат высших руководителей партии государства. И шахтеры-передовики, они жили в прямом смысле на широкую ногу. И потом, не забывайте, что еще в 42-м году в разгар войны принимаются знаменитое постановление о материальном поощрении рационализаторов. И в этом постановлении очень подробно прописывалось, прям конкретно, суммы, которые рационализаторы получали единовременно, а потом в качестве бонуса в виде процента от выгоды, полученной в результате внедрения его рационализационного предложения. И там суммы доходили, минуточку, до сотен тысяч и миллионов рублей. Так что вот так вот, говорить о том, что в Советском Союзе была всеобщая уравниловка, это абсолютнейшая ложь. В Европе уровень дифференциации оплаты в Советском Союзе на первом месте был. Так что до 75-77% в промышленности у нас была издельная оплата труда. И поэтому действительно передовики производства, рационализаторы, они жили очень прилично, получали хорошие деньги, помимо всего прочего, почета, уважения, орденов, медалей и так далее. Так что вот таким образом. Парадоксально, что уже к концу Советского Союза именно шахтеры стали одним из таких штурмовых отрядов Ельцинского переворота, стучали касками на города Москвы. Да, 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 кстати, да, вот именно они сыграли очень негативную роль в нагнетании социально-политической обстановке еще до Ельцина, кстати, еще до того, как Ельцин стал играть самостоятельную политическую роль. Понятно, что слово «самостоятельное» я беру в кавычки, начались вот эти знаменитые шахтерские забастовки и в Донбассе, и на Кузбассе, и в Варгуте, то есть в основных угледобывающих регионах страны. Тогда же началась вот эта вот практика перекрытия железнодорожных путей, и это, кстати, нанесло серьезный удар экономике страны. Я разговаривал и с Николаем Ивановичем Рыжковым, и с Байбаковым, и с другими руководителями Совета Министров того периода, и они говорили о том, что главный урон от этих забастовок состоял даже не в общественно-политической значимости всех этих мероприятий, которые координировались, очень плотно координировались из единого центра, а в том, что они нанесли колоссальный урон именно выполнению планов 11-й пятилетки, потому что там как вот карточный домик, или как по принципу домино, да, посыпалось одно, вслед за ним другое, и так далее, и так далее. Все-таки у нас тогда была плановая экономика, вот. Там вопрос стоял вплоть до того, что закрывались мартеновские печи, а что такое мартеновская печи, если она не поддерживается в состоянии постоянного горения, то есть выплавки чугуна, стали, то она просто значит, как объект промышленной инфраструктуры, ну, уничтожается. Прямо в буквальном смысле с колес грузили уголь, причем для выплавки тугоплавких металлов нужен просто, не просто уголь, а нужен коксующийся уголь, а у нас все-таки не так много месторождения хорошего, высококачественного коксующегося угля. В донбасских шахтах там этот уголь, он лежал довольно глубоко, на больших глубинах, и его качество было уже не того уровня. Ну, в Кузбассе там коксующийся уголь, но его явно не хватало на... и когда начались эти массовые забастовки, понятно, что это рикошетом било по металлургической промышленности, а раз так, значит, по станкостроению, машиностроению, вы понимаете, да, насколько была завязана вся экономика, это речь шла о тысячах и тысячах предприятий, то есть это был целенаправленный курс, направленный на подрыв основ советской индустрии, базовых отраслей советской индустрии, на которых, собственно говоря, и держалась сама индустриальная мощь страны. И потом уже во времена Ельцина, Гайдара начнется уже откровенное добивание нашей индустриальной мощи, но первые серьезно ощутимые удары по этой индустриальной мощи были нанесены именно тогда, в годы Горбачевской перестройки. Вот этот единый координирующий центр, он где именно располагался, что за люди это были? Ну, понятно, кто это, так называемая демши-за, я считаю, что это гениальное определение, причем не с такой, не с темористической, не с саркастической коннотации, а именно с презрительной такой коннотацией демши-за. Некоторых представителей этой демши-зы я лично знал, мерзопакочнейшие люди, вот даже по, как люди, я уж не говорю про их воззрение и так далее, вот чисто человеческих позиций, то есть по своим качествам, по своей фактуре, ну, я помню, я уже говорил где-то об этом, я, по-моему, на втором курсе учился или на третьем, а у нас тогда ИСТФАК был центром таких общественно-политических дискуссий, бурлило все вокруг, у нас на ИСТФАКе тогда витействовала вот эта знаменитая анархосиндикалистская община, которую возглавлял Исаев, Гурбуликов и Шубин, а вот Исаев был такой трибун, ну, и так далее, и так далее. И в рамках вот этих бесконечных баталий, дискуссий, а понятно, что молодежь, она была в это втянута, и ей это нравилось, она купалась в этом, особенно в условиях, как у нас раньше говорили, отсутствия гласности. Здесь впервые в 87-м, в 88-м году позволили с высоких трибун, со студенческих кафедр, значит, смело, неоткрыто выступать по самым острым проблемам повседневности, исторического прошлого и т.д. и т.п. И, значит, в эту, понятно, всю вещь были втянуты и наши преподаватели. У нас вот была такая профессор, доктор исторических наук, Нина Васильевна Минаева, а у ней муж был известный либеральный журналист, наскотский. И она, понятно, водила такие, как бы, связи вот среди этой всей либеральной публики. Причем я замечу, что Нина Васильевна, она была специалистом по общественно-политическим движениям России 19-го века. У нее докторская диссертация, называлась «Правительственный конституционализм» первой четверти 19-го века. Она мне эту книжку даже подарила с личным автографом. Она в свое время заканчивала Саратовский университет, а Саратовский университет еще с царских времен, я имею в виду истфак, там всегда был довольно сильный истфак, где работали многие крупные историки, тот же Троицкий, тот же Порох, ну и так далее, и так далее. А он всегда специализировался на изучении как раз общественно-политических движений, общественно-политической мысли. И вот она пригласила как-то нам навстречу Новодворск, тогда она только-только стала появляться в общественном пространстве, никто же знать не знал, какая новодворская. Пришла, значит, эта жаба, вот, уселась, как слово, посудной лавки, значит, за трибуном, и начала вещать. Вот, то, что она говорила, это было настолько мерзопакостно, я стал ей оппонировать, причем в довольно жесткой форме, и вместе со мной ей стал оппонировать один из наших профессоров, который был экономистом, он у нас читал курс политэкономии, он не историк был, то есть он с общей институтской кафедры к нам приезжал на ИСТФАК и читал нам курс политэкономии. По-моему, это был второй курс, а может третий, не буду врать. И вот, короче, ее резюме было в конце нашей беседы, когда там страсти раскалились, она говорит, вот этого молодого, вот этого гаденыша, вот этого коммунистического, на меня показывать, еще можно перевоспитать, еще не все потеряно. А вот эту старую коммуняцкую сволочь, уже не перевоспитаешь, а вот только к стенке. Понимаете, вот в этом, вот в этом... Каженова Дворская вас уважала. Да, да, вот в этом, да, вот в этом вся суть этих вот негодяев и мерзавцев была, понимаешь? Там и пота, что ладно, и пота, и пота же, но это было их я, это не было, знаете, какой-то нарисованный образ, который они продавали, ничего подобного. То есть, они вот в таком запале, в такой дискуссии, значит, может быть, сами того не желая, показывали свое истинное лицо. Я даже сказал, не лицо, а мурло, понимаешь? Вот мурло, мурлище, вот. Так что вот таким вот. В легенде, когда Новодворск еще была юной, такой идейной коммунисткой, она просилась в Корею воевать. Ей, естественно, отказали, после этого она стала на путь антисоветизма, антикоммунизма. Надо было брать и отправлять, конечно. Ну, это как Саша Солженицын. Вы знаете, как он стал антисоветчиком, нет? Ну, я знаю, как бы в общих чертах всю историю, начиная с писем с фронта, за что он истинный. Нет, нет, там письма с фронта, это понятно, что это все. Это он такую легенду создал. Ему надо же было объяснить, почему он был арестован. На самом деле он... Письма были какие-то? Были, но он арестован был совсем за другое. Он был арестован за трусость и военные преступления. Ну, мы не будем сейчас распространяться. Дело в том, что когда он впервые появился на литературном поприще, его, надо сказать, тогда поддержали многие видные литераторы, и прежде всего Михаил Александрович Шолохов. А у Шолохова были особо доверительные отношения с Хручевым. Если бы Шолохов не замолвил бы словечко за Солженицына, то никто бы никогда не узнал, что есть такой вообще писатель, условно говоря. И плюс здесь определенную роль, безусловно, сыграл Квардовский, но еще большую роль сыграл один человек, о котором сейчас мало кто вообще помнит. Это Владимир Лебедев. Это был советник, или вернее помощник Хручева по вопросам культуры. Он рано скончался, ему 50, там, с небольшим был, он, по-моему, 15-го года рождения, а умер он в 66-м году. То есть, практически через 2 года после смерти, после отставки Никиты Хрущева. Так вот, такой интеллигентик, его фотографии можно увидеть и у меня в книжках, и в интернете, в очках. И он был вот этим связующим звеном между самим Хрущевым и представителями творческой интеллигенции. Именно он познакомил Хрущева с творчеством Солженицына. Он ему подсунул и Матрёнин двор, и один день Ивана Денисовича. А Хрущев тогда был очень сильно заряжен на новый виток антисталинской истерии. Почему? Потому что его план семилетки сыпался, он-то прекрасно понимал, что он творил в экономике, и ему надо было переключить вектор общественного мнения, значит, с реальных проблем экономики, социальной сферы, на новый виток антисталинской истерии, разоблачения преступного сталинского режима. И Солженицын как раз попал, и может, называется, под руку. И они начали его раскручивать. Понятно, что Твардовскому дали указания, а Новый мир тогда был рупором либеральной общественности, дали указание срочно напечатать эти журналы. Ему сделали паблисити, как бы мы сейчас сказали. То есть он стал широко известен в широких читательских кругах, и у этого бородатого подонка, значит, закружилась голова, и там возникла идея, в том числе, кстати, у Лебедева, чтобы выдвинуть его на Ленинскую премию. А Ленинская премия была только-только учреждена, потому что существовала Ленинская премия в 20-е годы. Сразу после смерти Ленина была учреждена эта премия, но потом, в середине 30-х годов, она сама собой слилась, а уже, я вот не буду врать, не помню, то ли еще до войны, то ли сразу после войны, была учреждена Сталинская премия, которая формировалась, фонд которой формировался исключительно за счет сталинских публикаций. Было три степени, и Сталин сам принимал решение, понятно, что советуюсь, в том числе и с представителями творческих союзов, учеными и так далее, и так далее, вот распределение этих премий ежегодных. Кстати, вот история с этим, она довольно подробная и интересно описана Константином Михайловичем Симоновым в его последней книге «Глазами человека моего поколения», где он прям чуть ли не ежегодные вот эти обсуждения в таком стенографическом режиме приводит, как они вместе с Сурковым, с Тихоновым, с Фадеевым ходили к Сталину на уголок и обсуждали все эти литературные произведения, авторов, что тогда уже Симонов был поражен, насколько Сталин глубоко был погружен вот в литературно-творческий процесс, что при своей колоссальной занятости он успевал читать все литературные новинки, знал суть содержания или фабулу произведения, мог спокойно оперировать огромным количеством, значит, фактов, сюжетов, фамилий и т.д. и т.п. Ну, действительно был гениальный человек. Да, так вот, и Солженицыну пообещали Ленинскую премию, а получение Ленинской премии она сразу выводила его на принципиально новый статус. В топ. Да, да, на принципиально новый статус. Вот вообще в литературном сообществе дальше можно было делать карьеру, следующее это у тебя как минимум звезда-герой из труда, понимаешь? И здесь обломалась. Лидера, значит, выступили категорически против целый ряд и, значит, представителей творческих союзов, но самое главное, целый ряд крупных партийно-государственных деятелей. Да и Хрущев тоже охладел маленько к этой теме. Не случайно Лебедев самому Солженицыну сказал, вы знаете, Никита Сергеевич сказал, что мы уже переелись этой темы, давайте немножко скинем на тормоза. И в результате Ленинскую премию, чтобы никому не было обидно, дали Василию Михайловичу Пескову, легендарному журналисту комсомолке за книгу, по-моему, «Роса на траве». Вот, о зверушках, короче. Понятно, слили в песок. Да, о зверушках. И все, Саня Солженицын после этого обиделся просто. И запустил процесс получения Нобелевской премии. Да, да, и решил. Это то же самое, та же самая ситуация, кстати, с Астафьевым. Вот здесь отмечалось столетие Астафьева. И тоже, опять-таки, Друниной столетий не отметили. А вот Акуджава и Астафьева отметили, понимаете? Но последний роман Астафьева мерзопакостный, проклятый и убитый. Это же плевок. Даже не в память нашего народа. Ты плюнул в могилы своих однополчан, которые свои жизни окупили, в том числе и твою жизнь. Так Ларчик-то открывается просто. Почему он этот роман написал? Оказывается, после развала Союза, нескольких властителей дум, перестроечной эпохи, которые были облизаны советской властью, которые были отпетыми горбачевцами, успели при советской власти получить огромные гонорары и все мыслимые премии, ордена и звания, в том числе Герои Союза труда, поехали отдыхать в Италию. Там сделали шикарный отдых. Понятно. За счет принимающей стороны. Погреть старые вот эти бонючие косточки и т.д. и т.п. И затем, за дружеским возлиянием, Остафьеву было прямо сказано, что надо написать мерзопакостный роман о войне, чтобы обгадить войну, чтобы вот этот флер героического подвига советского народа и его решающей роли в победе над нацистской Германией смыть раз и навсегда. И тогда вот напишешь такой роман, вот тогда получишь Нобелевскую премию. И он поехал и написал этот роман, а потом его кинули. Ну, как всегда на Западе, он пережил такой вообще жизненный стресс, что он потом уехал к себе туда в Овсянку и последние там пару или тройку лет там как затворник. Точно такая же ситуация с Василем Быковым. Я вот этого, кстати, не знал. Я вот в Минск ездил на фестиваль «Цифровая история», встречался там с нашим замечательным Владимир Васильевичем Гастюхиным. Это, конечно, глыба. Глыба и как актер, и как личность, как человек. Я получил колоссальное удовольствие. У меня даже прилив такой жизненный возник от общения с ним. Очень приятно, что у нас, кстати, в актерской среде, в творческой среде есть люди уровня Гастюхина, Болотовой, Людмилы Зайцевой, ну и многих других, которые помимо чисто таких актерских, творческих дарований являются еще подлинными настоящими гражданами. Он мне сказал, вот мы, говорит, в Белоруссии, когда происходила вот эта трагедия гибели нашего государства, там, значит, Николай Николаевич Еременко-старший, вот, это такой духовный этот ориентир был такой, да, вот коммунист до мозга костей. Потом Шемякин, это выдающийся белорусский писатель, который впервые написал роман, посвященный вот трагедии после военного периода, когда полицаи, те, кто служили, да, они потом возвращались после отсидки, после их реабилитации, или вернее амнистии, амнистии возвращались в родные села и потом, значит, получали, ну, по заслугам от тех односельчан, чьи родные и близкие погибли в годы немецкой оккупации. Он не изменил своим идеалам юности, не изменил своим взглядом, воззрением, убеждением, понимаете, был гнобим, особенно во времена Горбачева до Лукашенко, и только вон на излете своей жизни его, ну, как бы реабилитировали, понимаете, ну, в глазах там того же белорусского народа, ну, их единицы, а многие же продались за понюшку табака, совесть свою дьяволу продали. Вот в череде этих персонажей все вот эти так называемые властители дум, которые, как этот Шарль Морис Толерант, слуга всех господ, вот они слуги всех господ, они всем режимом правящим успели послужить, и от всех режимов они получили, значит, эти, пентифлюшки, как они называют, ну, ты понял, да? Ну, слушайте, Лихачев, вот Лихачев у нас создали образ такого благообразного старичка, значит, такого ученого до мозга костей, которому чужды все мирские страсти, интересы и т.д. и т.п. Да это был жесткий, предельно циничный администратор, который всех своих научных оппонентов просто в порошок стирал. Вот вы обратите внимание на глаза Лихачева, там вот за видимой вот этой интеллигентностью, вот этими очочками, там вот зрачки, посмотрите, какой там взгляд циничный, злой, очень, очень расчетливый у человека и т.д. и т.д. Да и труды, кстати, его по литературе, по истории русской литературы, не только русской, но прежде всего русской, они ведь сейчас многими филологами и специалистами, в том числе жанровиками, т.е. специалистами по жанрам и т.д. не ставятся под сомнение, но, например, его теория жанров русской литературы или происхождение или истоков многих произведений русской литературы, он и ученый-то был так себе, знаете, есть ученые на все времена, чьи труды до сих пор являют собой гордость научного познания, возьмите того же Ключевского, многие его произведения, они до сих пор являются эталонными с точки зрения научного исследования, там, ну, да, Боярская дума Древней Руси, например, это его диссертация, по-моему, докторская диссертация, если я, вот, и вот все эти Лихачевы, Гранины, значит, Остафьевы, там, ну, имя целый легион, они вот войдя или вляпаясь в историю русской, там, советской литературы, вот, тем не менее оставили вот этот крайний негативный след человеческой подлости и низости и трусости. Можно назвать политиканами от литературы и науки. Политиканы, в том числе и политиканы от литературы и науки, ну, слушайте, человек грешен, к сожалению, никто от этого не застрахован. Более того, я хочу сказать, что многие ведь могли заблуждаться по незнанию, ведь такое тоже случается, и потом люди раскаиваются искренне, или даже если они искренне не раскаиваются, то они, по крайней мере, не продолжают творить зло, они остановились на определенном этапе. А многие прекрасно знали, что они творили зло, но всякий раз себя оправдывали. Вот Солженицын, например. Солженицын, я знаю, что у тебя совсем другое отношение к Солженицыну, но он, с моей точки зрения, и как якобы ученый-прогнозист, понимаете, когда он написал вот эту свою знаменитую брошюрку, как нам обустроить Россию, а я ее читал, я ее читал еще в газетном варианте, я как сейчас помню, вышла тогда комсомолка, значит, и там в эту комсомолку было вложено несколько таких полос, которые надо было самому, значит, в это. И когда я... Сам издать. Вот, значит, Россия, Украина, Белоруссия и север Казахстана. А я задаю себе вопрос. Вот ты, идиот, нам предлагаешь убрать, как ты выразился, это его выражение было. Среднеазиатское подбрюшко, Кавказ, Прибалтику. У меня сразу, вот я тогда еще студентом был. Да святое место пусто не бывает. Петр I, Александр II, III и так далее были дурнее тебя. А не просто так, что ли, за Прибалтику-то воевали? Да еще Иван Грозный воевал за Прибалтику. Да что там Иван Грозный? Иван III. Иван Город-то кто основал вообще-то? Не Иван III? Потому что надо было контролировать выход на Балтику. И т.д. и т.п. А ты, да нет, а что, давайте отдадим. Оно зачем оно? Отражал, на самом деле, в этой брошюре модное настроение эмиграции, вот такой диссидентской. Нет, но дело в том, что эту модную эмиграцию диссидентскую ее знать никто не знал. А из Солженицына-то уже сделали властителя Дум. Да. Вот в чем дело. И многие ведь к нему прислушались. И я, кстати, боюсь, что вот эта вот статья сыграла ключевую роль в перемене умонастроений людей из ближайшего ельцинского окружения, того же Бурбулиса. Понимаете? Вот в чем дело. Сделали еще хуже. Они никакой там ни Белоруссии, ни Украины, ни Северной. Ну, естественно. Они вообще все вырезали. Ну, естественно, да. Понимаете? А потом вот, когда уже Солженица вернулся, у него была, на мой взгляд, весьма полезная книга «Россия в обвале». Ее он описывает уже итоги первых лет реформаторов. Ну, ему в заслугу ставят и работу 200 лет вместе. А у меня только возникает вопрос. А ты что, живя в Америке, об этом не знал, что ли? А что ты написал эту работу-то, когда ты вернулся из Америки? Поскольку если бы ты ее написал 20 лет пораньше, то никакого бы Саша Солженицына, писателя с мировым именем, может, точно не было. И никакой Нобелевской премии тоже не было бы. Что уж, дураком он точно не был. Ну, естественно. Ну, кстати говоря, мне кажется, что Хрущев промахнулся, дал бы он ему Ленинку, и было бы все нормально. А я тебе об этом и говорю. А я тебе об этом и говорю. Понимаешь? Получил бы он Ленинскую премию, я вас уверяю, что он стал бы самым правомерным, значит, глашатым советской власти и политикой коммунистической партии, и вообще бы возглавил Союз писателей СССР и стал бы ушел. Шел в могилу дважды героем соцтруда. Писал бы книгу «Как нам обустроить СССР», где предлагал бы взять его в состав еще и Монголию какой-нибудь. Не только Монголия, и Афганистан, и Индию, и так далее. Более проще, там же «Кириллица». Ну да, да, да. Почти русский мир. Да, да. Евгений Юрьевич, благодарю вас за этот эфир праздничный. Короткий, да. Праздничный, короткий. Праздничный праздник каждый день, потому что мы каждый день не разговариваем на русском языке. Вы знаете, да, я хочу все-таки в конце эфира процитировать несколько строк из Пушкина, потому что с возрастом понимаешь, насколько гениален этот человек. Это вот действительно есть пентэссенция русскости. Человек, он настолько безмерен и безграничен и в своем творчестве, и в понимании жизни, и ведь он не только поэт, он вообще литератор. У него прекрасные и прозаические произведения. Я, например, очень люблю его «Капитанскую дочку». Кому-то нравится Дубровский, кому-то рассказы Белкина и т.д. и т.п. Неважно, но вот смотрите, вот на чем мы воспитываем наше подрастающее поколение? Я вот вчера был на красной линии и сказал, уберите из литературы, из курсовой литературы вообще всех, оставьте только Пушкина, и вы на Пушкине воспитаете подлинных сынов своего отечества. Там вот куда ни плюнем, условно говоря, и везде найдутся пушкинские строки. Пока свободою горим, пока сердца для счастья живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ Верев, зайдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках. Самовластия напишут наши имена. Самовластия напишут наши имена, понимаете? Он и монархист, он и либерал. Ну, я условно говорю, да, то есть он просто необъятен. Универсум. Да, слушайте, вот клеветник, я ведь с тем же стихотворением «Клеветникам России» познакомился много позже, после того, как я закончил школу. Ну тогда как-то, ну зачем вот объяснять, что это по поводу польского восстания, Польша тогда входила в соцлагерь, ну зачем ворошить старые, т-т-т-т-т, понимаете? Но если бы мы тогда, и уже потом, в постсоветский период, изучили бы вот всего лишь это стихотворение, да, «Клеветникам России», объяснили бы подоплеку появление этого стихотворения. Ведь это стихотворение, понятно, было обращено прежде всего к французам, которые всегда разыгрывали польскую карту, прежде всего тот же Наполеон, который после поражения Пруссии в войне четвертой коалиции антинаполеоновской из прусских провинций, которые достались прусской короне, в результате разделов Польши воссоздал вот это Варшавское герцогство. Так вот, и он пишет в ответ как бы на тот Демарш, на ту истерику, которая разразилась во французском парламенте в связи с восстанием поляков, первым восстанием, я ведь 30-го, 31-го годов, где не последнюю роль сыграл Константин Павлович, который напивался и орал польский гимн, еще Польша не с Геннелла. Он им пишет, да, о чем шумите вы народные витии, витии, то есть депутаты, многим сейчас это непонятно просто выражение, зачем анафемой грозите вы России, что возмутило вас, волнение Литвы, вас, французов, волнение Литвы возмутило, оставьте, это спор славян между собой, домашний, домашний, старый спор уж взвешенный судьбой, которого не разрешите вы. Ну и дальше там, в конце там концовка замечательная совсем, так посылайте нам витии своих озлобленных сынов, есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Мы окупили своей кровью ваш позор, когда вы легли все под Наполеона, так же, как мы окупили своей кровью ваш позор, когда вы все суки легли под Гитлера, а теперь вы празднуете 80-летие открытия Второго фронта и не приглашайте Россию. Тьфу на вашу эту операцию Аверролд и растереть. И даже не надо освещать это событие. Вот я бы на месте наших телевизионщиков это событие вообще бы проигнорировал просто. Или, например, показал бы кадры, как, значит, 272-я немецкая пехотная дивизия долбит американцев и британцев. Вот, значит, потопленные корабли, десантные корабли и трупы американских и английских солдат. Я сказал, вот, посмотрите, как они даже элементарную десантную операцию нормально не могли провести. Если бы не наше наступление в Белоруссии, а затем в Ясло-Одорской операции, которую мы начали, ибо шарахнули сначала в Нормандии, а потом в Варденах. Потому что мы их спасли от полного разгора в Варденах. Там за первую неделю, в декабре 1944-го, в Варденах, 70 тысяч американцев в лапки подняли и сдались в плен немцам. Понимаете? Побежали. Ой, спасайте, ой, что нам делать тогда? Там бы эффект Дюнкерка повторился вот так вот, в легкую. Если бы вы, Евгений Юрьевич, руководитель телевидением нашим, его бы можно было смотреть. А сейчас смотреть можно только радио «Аврору», смотреть и слушать. Да, да, да. Так, к сожалению, французы не прислушались к Пушкину, и более того, именно француз убил его, в конце концов. Там, знаете, что-то можно отдельный эфир делать, даже серию, потому что история очень мутная, трагичная, но важная. Да. Евгений Юрьевич, благодарим вас за этот прекрасный эфир. С нами был Евгений Спицын, историк. Покупайте и читайте книги Евгения Юрьевича Спицына, подписывайтесь на «Аврору», ставьте лайки, пишите комментарии, транслируйте наши эфиры по своим каналам, помогайте нам доносить слово правды как можно до большего числа наших соотечественников, товарищей единомышленников. Программу вел политический обзреватель Федор Бирюков. Мир вам!